Приветствую вас! Когда я прочитал ваш вопрос и увидел ваше имя, мне показалось, что я уже вам отвечал на какой-то вопрос, до этого я посмотрел ваш профиль. Действительно, я вам отвечал на вопрос, вы там тоже много всего достаточно написали, я не стал пересчитывать, надеюсь, вы простите меня за это, потому что все-таки много текста достаточно там, вы мой ответ сделали лучшим. Нет, не то, что я надеюсь, что вы этот тоже мой ответ сделали лучше, нет, я думаю, что вы сами примите решение, кого оценить, я постараюсь вам помочь, значит, касаемо того, что вы написали. Написали вы тоже много, любите вы, я так понимаю, все подробно описать достаточно, но при этом в вашем сообщении есть такие нотки, истерические немного, то есть вы пишете такие вещи, что в контакте там девушка и кум, ее кум сидят, и что вот вы как бы, да, наблюдаете, да, за их страницами, все. Поэтому, то есть вы ведете себя достаточно, ну, достаточно неадекватно в данном случае, потому что, ну, уважающий, уверенный в себе мужчина так нести себя не будет. Ну что ж, написали вы много, давайте попробуем, наверное, начать с самого начала, потому что несколько есть моментов, о которых не хотелось бы вам сказать, значит, первое. У девушки есть болезнь, почечная недостаточность, которая мешает ей чувствовать себя полноценной женщиной, мешает ей определенно ощущать себя, ну, собственно говоря, той, кто может дать мужчине все, что ему нужно. И складывается у меня такое ощущение, что вы немножечко не до конца это понимаете. Почему я начал с этой проблемы? Ну, на самом деле потому, что она является здесь, если не ключевой, то краеугольной. Понимаете, абсолютно все, что делает ваша девушка, ее скользкость, ее хитрость, как вы говорите, ее нежелание говорить правду, все это может произвлекать именно из-за того, что она болеет. Именно из-за того, что она не чувствует себя полноценной. Для женщины не чувствовать себя полноценной – это очень страшно, это невыносимо практически даже, и она, скорее всего, мучается таким вот комплексом, не принимает себя, считает себя недостойной и, в общем-то, где-то в душе сомневается, что может быть идея хорошей женой, может быть хорошей матерью и вообще может быть матерью. Такие мысли ее волнуют и, знаете, вы об этом упомянули лишь скользко. Сказали только, что вы готовы идти с ней до конца. Но этот момент требует более тщательного рассмотрения и этот момент требует постоянного учитывания, говоря о поведении девушки. Дальше. Дальше. Дальше вы пишите, что временами вы не можете ее понять. Она скользкая и хитрая. Значит, она вам брет. Ну, понимаете, у каждого вранья есть свой мотив. Вот вы пишите пример. Поскольку пресса обомоет полчаса назад. Странно, полчаса назад вы их не разговаривали и она не была дома. Соответственно, вам нужно понять или спросить у нее, для чего она брет. То есть, если вы могли, если у вас есть возможности и средства для того, чтобы предъявить ей доказательства того, что она действительно врет, предъявите ей и скажите о том, что вы не понимаете, почему она не говорит вам правду. Чего она боится? Чего она опасается? Опасается ли она, что вы ее не поймете? Опасается ли она чего-то еще? Но это нужно прояснить. Придем спокойно, без наезда, без всего. То есть, просто вот, общайтесь с ней, собирайте данные, собирайте свои неточности, да, там, вызовы, там, когда, чего, как. Потом все это предъявляйтесь и спокойно говорите, что вот в твоих валах есть вот такие вот несостыковки. И, эээ, я не винил тебя, это как бы говорите вы ей, я не винил тебя, а что ты так говоришь? Я не винил тебя за то, что ты так поступаешь, это, в принципе, твое право. Но я хочу знать, почему ты так делаешь. Потому что, если ты делаешь просто так, то это не доверие. Это не доверие мне. А если ты не доверяешь мне, то я тебе доверять не могу. А если мы не можем друг другу доверять, какие могут быть отношения? Как мы можем вместе жить? Как мы можем создать семью? Которую вы, по идее, еще пока собираетесь создавать? Это первый момент, момент касаемый ее врань и вранья. То есть, если человек врет, он врет за чего-то. У него есть стимул к тому, чтобы врать. Без стимула люди этого делать не будут. При этом вы достаточно противоречиво дальше пишите, что она всегда говорит то, что думает. И ей наплевать, что эти слова могут быть обидными, ведь она говорит правду. Наши... Вот точно непонятно. То есть, она врет, а врет вроде как говорит правду. Как-то это немножко не умягивается. И как вы определяете, лично вы определяете, когда она говорит правду, когда она врет. И как у вас вместе сочетаются вот эти две характеристики человека. Что, с одной стороны, она скользкая и хитрая, и она врет. С другой стороны, она прямолинейная, да, и говорит то, что все думают. Как бы это два взаимоисключающих, ну, две взаимоисключающие друг друга черты характера. Это несовместимые, вообще-то говоря, атрибуты личности, атрибуты человеческого поведения. Как-то вот здесь нужно определиться, либо она в первой, либо она в втором. Это, значит, об этом вот то, что я хочу рассказать по поводу ее вранье. Дальше вы пишете, что она боится остаться без денег. Ну, понимаете, момент, конечно, да, достаточно серьезный. То есть, если фобия у нее... Вообще, фобия – это психическое заболевание, которое диагностируется врачом и назначается соответствующее лечение, в том числе, может быть, без медикаментозное. Пока фобия не была диагностирована, лучше не называть ее фобией, а просто, знаете, такой страх, может быть, да, бескомфорт, желание в свое время как-то вот облагать стабильностью, да, чувствовать защищенность и так далее. Если у нее этот страх есть, ну, она будет понять, чего именно она боится. И что нужно для того, чтобы она не боялась. То есть, вам нужно с ней поговорить, поговорить. Опять-таки, максимально лаконично, максимально четко или успысленно, чтобы девушке было понятно, что вы заботитесь о ее счастье, о ее спокойствии, о ее душевной равновесии и так далее. Вам нужно сказать так. Ты знаешь сама, знаешь ли ты, что у тебя есть страх остаться без него? Если она знает, то такой страх у нее есть, то ей нужно образиться к психологу. Хотя бы на нашем ресурсе, хотя бы, может быть, даже от вашего аккаунта, если ей сложно. Но нужно самой написать проблему, написать свое отношение к ней и попросить помощи, чтобы мы могли ей помочь. Избавим ее страх, и ей будет легче. Предположим, что она не хочет идти к психологу. Предположим, что она не считает свою проблему достойной психологической помощи. Когда маму сейчас самому нужно будет сказать ей следующее, ты согласен с тем, что у тебя есть страх? Когда вы пишите, что она боится отрасли денег, это чей вывод? Ваш или ее? Если ее, то нужно с ней работать с этим страхом. Страх нужно вытащить в народе. Понятно, чего именно она боится? Если что случится, нужны деньги, чтобы на лечение там и все такое. Если случится, что? Деньги на лечение чего? Что мешает лечиться сейчас? То есть, как бы, достаточно много вопросов, которые есть к тому, что вы пишите по поводу страха. Но одно вам нужно знать точно – это то, что любой страх – это, по сути, мистическое представление о чем-либо. Это ощущение неизвестности и непонимания того, что происходит в данный момент с человеком. И чтобы от страха избавляться, нужно постоянно возвращать себя в рациональное мышление, в рациональное русло. Повторять себе и спрашивать себя, действительно ли то, что все то, чего я боюсь, наступило. Если не наступило, то чего я боюсь тогда? То есть, постоянно нужно приучать себя о дерге, постоянно нужно возвращать себя в реальный мир. В реальном мире нет страха. Страх – это всегда только в голове человека. Это самый такой простой вам метод, который вы можете предложить своей девочке для борьбы со страхом. Дальше. Следующий важный момент. Значит, предположим, что девочка скажет, что я действительно не хочу, чтобы в случае чего у меня не было денег. Ну, если она не хочет, чтобы у нее не было денег, то ей не вас нужно напрягать, чтобы вы зарабатывали больше. Вы-то работаете так, как вы можете. Тем более, что вам уже 29 лет. Вы работаете так, как вы можете. Да, вы развиваетесь, вы работаете над собой. Кому-нибудь, когда вы будете получать больше, но вы работаете так, как вам позволяет ваш взрослые способности, и это она должна принимать. Безусловно. Если она вас любит. Но если этих денег недостаточно, то, вот вы говорите, вы зарабатываете там столько-то денег. Этого мало. Мало кому. Вам или ей. Если вам, то почему, если ей, то тоже почему. Непонятно. Если ей мало, то почему вы должны обеспечивать их? А в принципе, вы встречаетесь только год. Вместе даже еще не живете. Там потом, потом про это будет. А вместе вы еще не живете. А они уже, получается, должны для нее работать и ее обеспечивать. Как-то это странно получается. Вы же знаете ли, вызывает вопрос. Но если девушке нужны деньги, пусть она сама себе обеспечивает, сама зарабатывает. Пусть сама откладывает на что-то. Да получается, что она вас использует тогда. То есть, страх у нее. Вы этот страх подпитываете, зарабатывая больше денег. Кстати говоря, человек, который боится создаться без денег, ему всегда нужно будет больше и больше количества этих самых денег в качестве непредсказуемого запаса. То есть, по сути, это яма. Это яма. И из этой ямы выбраться нужно только созданным для того, что все денег не заработаешь. Деньги хранить тоже смысла нет. По крайней мере, если я правильно понял, вы на Украине. Там деньги обеспечиваются достаточно быстро вроде бы. То есть, соответственно, вот этот момент тоже нужно понимать. То есть, вам не нужно протакать ее страх. Вам нужно убрать ее страх. А для этого нужно понять, что именно она боится и учиться с этим жить. Либо ее вам нужно, прошу прощения. Либо вам нужно ее перенаправить на собственное обеспечение своих собственных желаний. Это ее право. Если человек боится, то вы не обязаны для нее работать больше. Потому что получается, что вы шествует. Получается, что вы окончите курсы программирования и подыскиваете хорошую работу для нее, ради нее. А это неправильно. Потому что получается, что то, что вы делаете, определяете не вы, а она. И отсюда могут быть у вас большие проблемы в будущем. Потому что вы как бы жертвуете собой, получается. А жертвуя собой, вы, естественно, будете ожидать в исполнении какого-то. Вот вы, кстати говоря, уже там дальше по ходу своего сообщения пишите о том, что она не дает вам того, чего вы хотите. И у вас прямо чуть-чуть менее ломка происходит из-за того, что она не дает вам то, что она должна давать по вашему мнению. Но вот этот момент, он, вообще-то говоря, точно не очень правильный. Но никто никому ничего не дает. Вы хотите делиться девочкой тем, что у вас есть возбытки. Она хочет тоже делиться тем, что у нее есть возбытки. Но если вы для нее жертвуете, то это ваше право. Это ваш выбор. Она не должна вредить для вас всем дозеркнуть. Просто потому что жертва – это свободное волеизъявление, и к ней навязаться кого-то нельзя. И именно поэтому так опасно жертвовать для кого-то. Вам это не окупится. И для того, что это не окупается, вы будете постоянно испытывать потребность в том, чтобы снова и снова получать какие-то вещи. Вот в этом и заключается проблема. Дальше. Значит, то, что вы пишете дальше. Значит, она мне говорит, что хочет, чтобы вы были со стерки. Она считает, что вы не можете решить проблемы. Считает, что у вас есть что-то женственное. А, это вы говорите, что у вас есть что-то женственное. Вы волнуетесь, усеепусикаетесь через сурси и так далее. То есть, проявляете нервы. Ну, собственно, здесь тоже очень противоречивый момент. Дело в том, что то, что она не принимает вас таким, какой вы есть, а хочет, чтобы вы были другим, свидетельствует о чем угодно, кроме любви. То, что вы усеепукаетесь с ней, проявляете нервность – это хорошо. Вообще-то нервность проявляет нервность. То, что вы волнуетесь – да. Волнение – это плохо. Это, скорее всего, неуверенность в себе. И вы дальше должны сильно показать вся ваша баранойя, вся ваша ревность. И то, как вы вели себя на празднование. Это все ваша неуверенность в себе. Может быть, даже нотка эгоизма, доля эгоизма в этом. И, собственно, уже, по сути, зависимость от девочки. То есть, вы с ней, и вы в ней ищите и видите то, что нужно вам. Соответственно, без нее вы не можете отсюда ревность, отсюда все ваши переживания. Почему? Ну, во-первых, во-первых, если девочка общается с другим парадом, даже если она общается, даже если она не хочет общаться с вами, то это ее выбор. Это ее выбор, и ни в коем случае это не ваша проблема. То есть, вы не можете повлиять на то, чтобы девочка предустала общаться с другим мужчиной, если она это делает. Потому что вы-то такой, какой вы есть, она вас не принимает. И это ее проблема, не ваша. Устраивая сцену ревности, вы лишь только усугубляете ситуацию, вы лишь только атакиваете ее еще больше, атакиваете ее к другому мужчине. Правильное поведение здесь, это выявить, чем они уверены в себе, выявить, для чего вам нужна эта девушка, что вы хотите через нее получить, что вы через нее получаете, что определяет ваша зависимость от нее, чем она определяется. Получать эти моменты самостоятельно. Возможно ставить какие-то задачи и цели для того, чтобы быть более уверенным в себе, меньше волноваться. Чтобы брать женственность в своем характере, нужно иметь идеал мужского поведения. Для этого вам необходимо выбрать его. И ему следует стараться быть походим на кого-то. Принимая какие-то черты женского поведения, вы будете какие-то моменты не принимать, и тем самым вы будете создавать свой индивидуальный мужской образ. Дальше, она отказалась с вами жить. Ну, собственно, понимаете, действительно, мне кажется, у человека комплекс, у человека комплексной верности в себе, и вы, вместо того, чтобы девушек поддержать, суть по всему, еще больше ее просто-напросто отталкивать от себя с вами поведением. То есть ей так плохо, она волнуется, переживает, боится, что она вас недостойна, боится, что он не хочет отдать вам всего того, чего вы достойны по вернению, всего того, чего вы хотите, а вдруг вы еще ставите ее с энергией, тем самым показываете, какая она нехорошая, и продолжаете ее в этом убеждать. Братья, если вы будете действовать в таком же ключе, в каком и действовали до сих пор, вы просто убедите девушку в сон окончательно, что она вам не подходит, то вы не получаете от нее того, чего нужно ей. Она делает недостойно, что вы уверены в себе, чтобы ваши претензии воспринимали конструктивно. Скорее всего, она воспринимает их деструктивно. То есть, каждая ваша цена реальности, это, по сути, для нее означает, что она действительно важна и достойна. И это для нее всему для того, чтобы общаться с тем мужчиной, который претензии к ней не предъявляет, который вообще от нее ничего не требует. Ей нравится, когда от нее ничего не требует. Чтобы от нее ничего не требует, вам нужно получить самостоятельное то, что вы хотите от нее получить, и перестать жертвовать для нее. Ну и что, в итоге, дальше вы пишете, в общем-то, описываете просто вашу ссору, свою паранойю, в общем-то, то, что происходит из-за вашей ревности. Вы знаете, ревность – это всегда то, о чем я уже говорил. Это неуверенность в себе и страх человека потерять. Да, соответственно, ни неуверенности, ни страха потерять человека у вас быть не должно. Потому что если любите, если вы действительно любите, готовы отпустить, потому что вам все равно, где и с кем человек счастлив, с людьми он был счастлив. Если вы отпустить не готовы, значит, вы любите для себя, значит, для себя вы что-то получаете. Соответственно, то, что вы получаете для себя, нужно получать самостоятельно, чтобы не быть зависимым от человека, от девушки. Ну а не про неуверенность в себе и про женственность я уже, в принципе, вам сказал. Это, значит, по поводу вашего первого вопроса. Касаемо второго вопроса, значит, вы хотите сказать ей, что знаете, что она с ним, а не с подругой по телефону разговаривала. Кто скажет его или что? Что дальше? Она что, думаете, перестанет это делать от того, что вы ей скажете? Или она признается вам в том, что она это делает? От того, что вы скажете или не скажете, ничего не изменится. Вам нужно думать о себе больше. Соответственно, сидит она в контакте, с ним общается, хорошо. Вы занимаетесь своими делами, для себя что-то делаете. Вы работаете над собой, повышаете свою независимость, повышаете свою уверенность в себе. Ревновать прекращаете. Свои желания, которые вы реализуете, с ней удовлетворяете. Вот что нужно делать. Ага, говорите ей то, чем более, то, чего вы доказать не можете, это все равно вы устроите еще один скандал и, по сути дела, еще раз ее убедить в том, что она не достойна вас. Зачем? Это просто на то, что вред будет в вашем отношении, и все. Еще одна нервотлепка в вам. Ну, если как-нибудь вы хотите, то ваше право. Так дело. Но просто подумайте. Как бы, вы даже вопросами не задаете. Вы говорите еще такой вопрос? Я очень хочу сказать, есть, что знаю, там, что она переписывается. Что делать? Что делать с чем? С тем, что вы хотите сказать? Или с тем, что она переписывается? Не очень понятно. Понимаете? Вы мужчина. И мужчина это об этом формальной логике. Мужчина это логика. Человек, который мыслит логически. В вашем сообщении есть достаточно много противоречий. Ну, несколько противоречий есть точно. И непонятных моментов тоже есть прилично. И в этом плане, я думаю, девочка с вами неприятно, потому что она вас видит в себя. В своем мышлении вы похожи на женщину. Немножко. И для начала, вот в начале всего-всего-всего, что я сказал, нужно вам учиться мыслить логично. Так, чтобы все было хотя бы вам для себя понятно. Для этого нужно быть честным с собой. Для этого нужно перестать себя обманывать. Для этого нужно четко понимать, кто вы, куда идете, к чему стремитесь, какие у вас ценности и идеалы стремятся. Исходя из этого, вы будете воспринимать окружающий мир через призму своих взглядов. Также вам нужно перестать жертвовать собой и перестать вредить своим интересам. Если вы видите, что девочка вредит вашим интересам, если вы видите, что девочка не обращает на вас внимания ей все равно, не пытайтесь ей навязываться. Тем более, вы с друзьями все за год и она знает о ваших намерениях. Дайте ей время побыть без вас. Побудьте сами без нее, пока вы не зависимы от нее. Но при этом не забывайте ее, общайтесь с ней, но общайтесь спокойно, без наездных, без требований. Дайте ей вновь почувствовать, что с вами она свободна. Ведь она по сути и с кумом общается, если общается ради этой свободы. А вы ее этой свободы лишаете. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи!